Это был настоящий патриот, украинец с большой буквы. Здесь нет агрессии, здесь нет ненависти. Эти книги наполнены действительно радостью, светом, добротой. У Олеся Бердника была невероятно тяжелая жизнь. Он хотел быть свободным человеком, таким, каким были герои его книг. Сегодня, когда я наводил порядок у себя в библиотеке, я наткнулся на старую книгу, которую я очень хорошо помню со своего раннего детства. Это книга украинского писателя, фантаста Олеся Павловича Бердника, которую он подарил моему отцу в ноябре 1966 года. Отец дружил с Олеся Павловичем. Олеся Бердник много раз был у нас дома. Я плохо помню его. Я был еще очень маленьким. Но я очень хорошо запомнил его книги. Вначале мне запомнилось вот это вот название повести. «Радостью прейдемо безодни». Очень красиво оно звучит на украинском языке. Если перевести на русский, то оно будет звучать примерно так. «Радостью преодолеем бездны». Очень часто, очень сложно перевести дословно. Потому как, когда переводишь дословно название или какую-то фразу, вроде бы как с грамматической точки зрения все правильно, но при этом теряется смысл. Вот эти вот смысловые оттенки. Бездна. Нескончаемые бездны. Их можно преодолеть. И мы их преодолеваем. Мы преодолеем. Вот эта вот убежденность в том, что любые пропасти, любые бездны, какими бы они страшными ни были, которые можно преодолеть. И мы обязательно преодолеем при помощи радости. Радость – это тот нить, это тот канат, который натянут над бездной. Какой бы страшной ни была эта бездна, мы при помощи радости преодолеваем ее. Название я запомнил еще в раннем детстве. Саму книгу, как и другие книги, я прочел значительно позже. И что удивительно, что в книге Олеся Бертника, а он написал около 20 романов и повестей, наполнены радостью, наполнены светом. В них очень добрые люди, очень светлый мир. Это при том, что его книги находятся в очень сильном контрасте с жизнью писателя. Потому как у Олеся Бертника была невероятно тяжелая жизнь. Его совершенно несправедливо в 1950 году бросают в застенки за измену родине, за антисоветскую деятельность. Он получает 10 лет лагерей. Не выдерживая, он пытается бежать, его ловят, возвращают обратно, добавляют еще 10 лет. Представьте себе, парню 24 года, или сколько там ему было? Да, 24 года, когда его первый раз посадили в тюрьму. Фронтовик, который прошел войну, воевал, был ранен. Его бросают в тюрьму за измену родине. Потом, правда, реабилитировали. Спустя 5 лет. Потом снова за антисоветскую деятельность его травят. Но Олес Свердник пишет книги. Он в этих книгах как бы создает свой собственный мир. А травля продолжается. В 70-х годах его снова бросают в тюрьму. За антисоветскую деятельность и пропаганду. Только лишь за то, что он свободно излагал свои мысли. Он хотел быть свободным человеком. Таким, каким были герои его книг. Олес Бердник был участником правозащитного движения. Он был одним из основателей Хельсенской группы вместе с Лывком Лукьяненко. Это был настоящий патриот. Украинец с большой буквы. Его по-прежнему продолжали травить. До конца жизни. Реабилитировали окончательно его только лишь в 1984 году. После этого Олес Бердник много путешествовал. Обывал в Индии, в Тибете. Выступал с лекциями в Канаде, в Соединенных Штатах Америки. Но все то, что с ним произошло, все эти тюрьмы, лагеря, травля, она не прошла бесследно. И в 1997 году Олес Бердник переносит второй инсульт. И в результате этого второго инсульта он не только лишается речи, но и остается прикованным к постели. Представьте себе, для человека, для которого речь – это его инструмент. Это его не только средство заработка. Это его связь с внешним миром. Он как писатель общается с другими людьми. Он разговаривает. Он передает свои мысли. Речь – это его инструмент, и он теряет речь. Он прикован к постели. И умирает невероятно долго. Мучительно долго. В течение шести лет. Шесть лет страданий. И после этого он уходит из жизни. В марте 2003 года. В возрасте 76 лет. Колоссальный контраст между жизнью, реальной жизнью, тяжелой жизнью и тем миром, который мы видим в его книгах. Здесь нет агрессии. Здесь нет ненависти. Эти книги наполнены действительно радостью, светом, добротой. Это совершенно другой мир. Мир, который видел писатель. Иногда меня спрашивают, а настолько важна радость в жизни? Я вам отвечу так, что радость – это тот биомаркер, который говорит о том, насколько правильно человек живет. Да и вообще, насколько он здоров психически, физически. Вот обратите внимание, что люди, у которых нерадостные, они могут быть активными, они могут быть улыбаться, но они словно прижаты к земле. Они как бы придавлены к ней. Люди, в которые радостные, они совершенно по-другому себя ведут. Они парят над землей. Они словно светятся изнутри. Вернее, не словно, они реально светятся изнутри. Энергия по-другому строится внутри их. Радостный человек находится в гармонии с окружающим миром. Находится в гармонии с окружающим миром, независимо от того, где он, где находится физическое его тело. В тюрьме или, может быть, в очень дорогом отеле на берегу моря. Это всего лишь декорация. И не имеет значения, декорация там такая или другая. Мне приходилось видеть радостных людей в тюрьме. И мне приходилось видеть людей угрюмых, обремененных проблемами в очень дорогих отелях. У которых, казалось бы, было всё, но они не были счастливы. Радость – это тот биомаркер, который указывает на здоровье человека. Прежде всего, его психическое здоровье, которое неминуемо отражается на физиологии тела. Не может быть по-настоящему здоровым человек тот, который не радостный. Это исключено. Только радостные люди могут быть по-настоящему счастливы. Только радостные люди могут быть по-настоящему здоровы. И только при помощи радости можно преодолеть любые бездны, какими бы страшными они ни были. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА